Сколько ты хочешь зарабатывать после того, как выпустишься из университета? 35, вот так вот. Почему такая сумма? Ну это оптимальный более-менее вариант. Это не много и не мало, нормально. После того, как я выпущусь, я хочу зарабатывать минимум от 60 тысяч рублей. Почему такая сумма? Ну потому что в нашем мире тяжело прожить на 30-40 тысяч. Хотелось бы стабильно зарабатывать 40 тысяч, 50 тысяч в месяц. Примерно так же на вопрос о желаемой зарплате отвечает и студентка Аня Абросимова. Девушка учится на третьем курсе по техническому направлению и в будущем мечтает устроиться на передовое предприятие. Я собираюсь идти на инженера электроника, радиоинженера, потому что мне нравится это. Я в принципе пишу очень много курсовых. Какая сегодня ситуация на рынке труда? Как закон защищает человека, работающего по официальному договору? Специалисты профильного комитета не просто рассказали студентам, а разыграли с ними реальные случаи из жизни. У нас время динамичное. Сегодня у нас хорошая ситуация в моей отрасли, завтра не очень. Вот доходы упали. Вас как зовут? Сергей. Сергей, знаешь, вот я твой работодатель, я знаю, мы на 60 договаривались. Ну вот как-то никак в этом месяце. 40 получишь. Согласны? Увольняйся. Да? Хорошо, мы до этого дойдем. Сегодня в Курской области более 11 тысяч свободных вакансий. На учете в органах занятости состоят около полутора тысяч курян. Вопрос дефицита кадров пытаются решить в том числе и такими встречами со студентами. Во-первых, студенты узнают о тех предприятиях нашей области, о требованиях, которые предприятия заявляют для своих соискателей. И работодателям позволяет пообщаться с молодыми специалистами. В комитете отметили, сегодня в регионе высокая потребность кадров в промышленности. Поэтому на встречу с ребятами пригласили и представителей курских заводов. Они рассказали об условиях трудоустройства. Ребята, которые приходят в конструкторские отделы, у них устанавливается оклад в размере 35 тысяч рублей. И плюс ежемесячно выплачивается премия в размере 25%. В любом случае, трудовой кодекс мы не имеем права нарушать. Это минимальная оплата размера труда МРОД, установленная по региону. Естественно, как работодатель мы понимаем, что квалифицированный труд должен цениться. Выпускник с высшим образованием, средняя зарплата порядка, начиная от 25-30 тысяч рублей. Мы приняли один с третьего курса, второй со второго. Они пришли на зарплату, один на стажер пришла с третьего курса. Это зарплата 40 тысяч рублей чистыми. Можно ли говорить, что средняя зарплата для человека без компетенции, но с высшим образованием, профильным, да? Больше 40 точно. На курских предприятиях идут навстречу выпускникам без опыта, обучают будущих профессионалов, а также организовывают стажировки. Вакансии Курской области опубликованы на портале «Работа России». Там можно найти контакты и другую необходимую информацию. Егор Горожанкин, Сергей Дорохов. События дня. Курской области